Реализация инвестиционных проектов, укоронение энергосберегальных технологий и пошук новых рынков сбыта. Премьер-министр Беларуси Сергей Румас сегодня наведывает предприемство Гомельской области. О перспективах развития экономики региона материал наших корреспондентов. Завод по вытворчасти сульфатной белиной целлюлозы в Светлогорску в эксплуатацию повинны были увести о маль год тому. С этим предприемством связывали великие планы. Вырабляемая продукция в основном ориентирована на экспорт. На жаль, фирма, якая повинна была сдать завод под ключ, свои обовязательства не выконала и покинула незавершенный объект. Каб ликвидовать колять двух тысяч недопрацовок спотребился целый год. По словах керавництва концерна «Беллес Папера Прам» сегодня значных проблем на предприемстве не снуе. Починается его вывод на проектную могутность. Первые парты целлюлозы уже отправили у Словению, Германию, Италию, Бразилию и Китай. До 1 декабря мы получим все разрешительные документы. И в следующий год у нас задача стоит выводить его на проектные мощности. Сегодня производим продукцию, соответствующую всем стандартам. Продукция сегодня очень востребована. Сегодня вся продукция экспортируется практически. Плюс задача этого нового завода – обеспечить сырьем для производства остальных целлюлозабумажных предприятий концерна. У 16 краинцвету поставляется и продукция рыжеского завода по вытворчасти плит МДФ-ХДФ акционерного товарыства «Гомельдрев». Этот инвестпроект реализовали в 2015 году. Летесь вышли на проектную могутность. Зараз завод по сути дозволяет триматься на плыву у саму «Гомельдреву». Премьер-министру Беларуси Сергею Румасу называют «Лишбы». Загруженность могутностью по вытворчасти фанеры зараз складает 65%. Пиломатериалов – 86%. Обсталевание по выпуску плит МДФ-ХДФ эксплуатуется навод у больших значных объемах, чем было продугледжено проектом – на 107%. И что особливо важно – без страты якости. Расчетная производительность завода – 150 тысяч кубических метров в год. Учитывается время на перенастройку оборудования, при переходе на другие толщины, время на обслуживание, вспомогательные операции. За счет того, что количество переходов в этом году мы уменьшили по согласованию с Белорусской лесной компанией. И за счет того, что уменьшено количество простоев по вспомогательному обслуживанию, хотя технический регламент выполняет 100% загрузка, а оборудование в среднем за 9 месяцев составило 107%. На сегодняшний день завод МДФ – это наш локомотив. Продукция рентабельная. Рентабельность продаж в целом по предприятию составила 7%. Отдельно по плите шлифована 14%. В принципе, востребованная, брендовая. И проблем с продажами этой продукции мы не имеем.